Продолжение следует... Мы будем говорить с пролонгацией, с такой программы Todoist, как это все можно использовать. Ну и, естественно, смс-оповещение, e-mail-информирование, об этом тоже будем говорить. Итак, давайте начнем с самого начала. Первый вопрос, друзья, как вы сейчас на текущий момент ведете свою пролонгацию? То есть, что, какие инструменты вы используете, на листочке распечатываете эту пролонгацию, прозваниваете где-то там, на столе записываете, в CRM-системе и так далее и тому подобное. То есть, напишите, пожалуйста, как вы именно сейчас делаете свою пролонгацию. Если это CRM, то что именно вы используете? Потому что способов пролонгировать ваши договора через CRM-систему, их тоже много, да, их тоже много. Как автоматизированный, так и не автоматизированный, как ручной поиск, так и не ручной поиск, выборка в мегаплане. То есть, ты находишь сделки за прошлый год, я правильно понимаю тебя, Виктор, то есть, ты находишь сделки за прошлый год и вручную их прорабатываешь, просматриваешь, пролонгируешь, правильно? То есть, у тебя на сегодняшний день нет какого-то фильтра, который тебе подсказывает, какие пролонгации. То есть, клиентам e-mail не отправляется, смски клиентам не отправляются. Назначенные звонки и перезвонят. Хорошо, да, звонки, здорово. Звонки, может быть, кроме мегаплана есть еще у кого-то какие-то другие способы, потому что я, например, могу какой-то еще способ показать более лайтовый, кто до мегаплана не добрался, например, как через Reminders, да, такая программа от Apple, да, то есть от Apple есть своя внутренняя программа, там, в принципе, можно тоже назначать пролонгации. Так, по дате создания, ну, я понял, то есть ты смотришь все, что ты создавал там в прошлом году и начинаешь в этом ковыряться, разбираться, и так как у тебя там не миллион таких сделок, то ты, в принципе, достаточно быстро понимаешь ситуацию, когда там клиенту нужно позвонить. У меня есть фильтр пролонгации, просто ставлю текущий месяц. Хорошо, отлично, здорово, то есть часть из вас уже примерно что-то разбирается, понимает, поэтому, надеюсь, этот вебинар будет вам дополнением к тому, что у вас сейчас есть, и посмотрите, как можно будет докрутить, усилить, усовершенствовать. Итак, будем мы работать над схемой продажи страхования базовая, третья версия. Так, для этого мне нужно включить доступ к своему рабочему столу. Так, давайте, а вы поставьте плюсики, если демонстрация экрана у вас пошла. Если демонстрация экрана у вас пошла. Окей, ага, так, отлично. Я, в общем, захожу сейчас в сделки и показываю, как примерно происходит процесс, да, то есть как происходит процесс. Я сейчас интеграцию одну не стал докручивать, ну, чтобы ее показать. То есть, допустим, мы создаем сделку, клиент у нас PumaTest, схема страхования базовая 003, мы создаем по этому клиенту сделку. Сделка находится на этапе начала, мы здесь, допустим, прописываем, что это ОСАГО, страховая компания, давайте, согласие, страховая премия, пусть будет 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей мы написали. И как у нас работает здесь схема. Начало договора мы пишем, допустим, что начало договора это будет 4 декабря. И система автоматически, то есть, если захотите, я могу вам показать, система автоматически подставляет пролонгацию, каким образом, через год минус 1 минута. То есть, ровно через год минус 1 минута у нас автоматически есть договор. Если вдруг вы, например, поставите 7 число, поменяете, то эта дата не изменится. Поэтому надо делать следующим образом, эту дату удалять и только тогда ставить, например, 8 число, и триггер автоматически срабатывает. Дальше, время встречи с клиентом. Что такое время встречи с клиентом? Время встречи с клиентом – это эволюция такой даты, как у меня она называется, дата доставки. Соответственно, это эволюция дата встречи с клиентом. То есть, когда мы встретимся в офисе, на доставке и так далее, и так далее. То есть, мы встречаемся с клиентом, чтобы передать полюс. Обычно это происходит до начала договора. До начала договора. Или в день, или до начала. Мы поставили, все хорошо, здесь мы все прописали, номер загрузили, еще анкету. И, допустим, загрузили анкету, и мы переходим на следующий этап. То есть, система нам дает сделать следующий этап. Итак, какая у нас дата сейчас, на текущий момент, какая дата появилась? Так, друзья, проверяю, слышно, видно, все ли нормально, все хорошо, меня видно, слышно. Как-нибудь отреагируйте, чтобы я спокойно продолжал, потому что я уже увлекся, не забыл все проверить. Так, возвращаемся сюда. Да, то есть, у нас сейчас появилась первая дата, точнее, две даты. Это дата начала договора, дата окончания договора. То есть, есть две системы, по которым люди проверяют свои пролонгации. Первое, они проверяют дату по дате начала договора, то есть, они отматывают прошлый год и смотрят, какие сделки были в прошлом году, и смотрят их. Это, можно сказать, зеркало от этой даты, поэтому можно, конечно, настроить вот таким образом, лучше настраивать вот таким образом. Почему? Потому что, почему? Потому что это текущая дата, и здесь от нее можно смс-ки, не смс-ки, много чего интересного писать. Когда у нас есть только старая дата, да, в ручном режиме мы такие сделки сможем найти, но новые интересные взаимодействия с клиентом уже нормально не сможем сделать. Но это все равно недостаточно. Поэтому давайте я покажу, какой можно сделать апгрейд. Заходим в настройки нашего бизнес-процесса, выбираем сделки, выбираем, допустим, страхование базовое 003. И нажимаем, так, нажимаем добавить новую дату. Какую дату? Пишем ее так же, чтобы она попала у нас. Дата. Как это у нас будет? Наверное, вот так как-нибудь. Так. Дата. Ну, давайте так и напишем. Не пролонгации, а дата. Ага, да, так и называется. Дата пролонгации. Дата пролонгации. Пишем здесь, что это у нас. Так, дата и время, дата и время. Давайте просто напишем, что это дата. И нажимаем добавить. Нажимаем добавить. И тут еще ставим галочку. Что у нас получилось, друзья? У нас сейчас получилась с вами следующая ситуация. Так, тогда назад отматываем, чтобы нашу сделку найти. У нас должна появиться новая дата. Новая дата. Дата пролонгации. Так. Папа, папа, папа. А что, она не сохранилась у нас? Сейчас еще раз. Быстренько найдем нашу сделочку. Сделка-то должна была быть сохранена. Так. Тут единственное, что, конечно, у этого бизнес-процесса много проблем. Так, отменить. Много достаточно сделок, поэтому мне ее не найти сразу быстро. Так. Папа, папа, папа. Здесь, может, вот тут какой-нибудь бизнес-процессик. Так, ну ладно, давайте попробуем. А, ну вот-вот-вот-вот-вот-вот. Может быть, дата создания. Что-нибудь сейчас мы дата создания найдем. Какой-нибудь. Так. Дата. Так. Создание. Давайте попробуем подать создание. И тогда мы здесь сможем эти сделки пролонжировать. Надо мне какой-нибудь другой тест придумать, чтобы легче с ним работать. Да. И отматываем в самый низ и находим нашу сделку. Вот. Наша сделка. Под номером 3. Переходим в нее. Вот у нас согласие. Да, все это есть. И у нас появилась, видите, дата пролонгации. Смотрите. Мы можем ее сейчас оставить в ручном режиме. Да. То есть мы можем ее оставить в ручном режиме. И все. И так и работать. Кстати. Да, там поиск и набери. Там внизу. Я же говорю, она сделала миллион с этим клиентом. Поэтому просто так не набрать. Так. Давайте. Знаете, что я попробую сейчас так вот видео включить. Так. Если плохо будет работать, сообщите мне об этом. То есть у нас получилась дата пролонгации с клиентом. Дата пролонгации с клиентом. Вот она, кстати, эта сделка. Дата пролонгации с клиентом. И мы можем делать вручную. То есть мы все можем делать вручную. Мы можем написать, например, тут какой-нибудь ноября. Попытаться. Это тут как-то исправить. Тут достаточно мучения. Или брать и мотать вперед. Или поставить 20-й год сразу. То есть мы, смотрите, сколько действий получается делаем. Это тоже можно сделать без проблем. То есть 8 декабря, допустим, у нас пролонгация. Причем, что я подразумеваю под этой пролонгацией? Эта пролонгация – это 2 недели или 3 недели или 10 дней. В зависимости от вашей конкретно личной бизнес-практики. Как вы считаете, так и делаете. До начала действия договора. И мы, например, вот здесь отматываем. Ну, давайте хотя бы 2 недели. Ну, как-нибудь так. Так, 23 мы поставим. То есть 23 ноября 2020 года мы должны с клиенту сообщить о том, что у него заканчивается договор 7 декабря 2020 года. То есть заранее. И здесь у нас появляется сразу несколько способов, как мы можем это сделать. Мы можем это сделать звонком. То есть мы можем позвонить. Мы это можем сделать e-mail. Мы это можем сделать смс. То есть как минимум тремя самыми простыми способами мы можем это сделать. То есть еще раз. Если мы работаем вручную, то в принципе нам даты начала договора достаточно. Мы будем вот так вот руками прорабатывать каждую сделку, смотреть, ага, когда договор начался, значит через год примерно он заканчивается и так далее. Если у нас есть дата пролонгации, если у нас дата окончания договора, то в принципе какой-то интерактив, например, то есть мы можем как клиенту написать сообщение. Здравствуйте, у вас сегодня заканчивается полис ОСАГО. Пожалуйста, давайте его пролонгируем. Но если мы внедряем вот такую дату пролонгации, то мы можем сработать на опережение. Смотрите еще раз. Какой момент. Если мы работаем по фильтру, если мы работаем по фильтру, и у нас есть дата окончания договора, допустим, 30-е, не, давайте 1 декабря, 1 декабря, или давайте проще будет, 1 января, то и у нас, например, будет фильтр стоять текущий месяц. То есть мы поставили текущий месяц. То есть всю пролонгацию за декабрь нам система показывает. Но 1 января она такую пролонгацию не показывает. И поэтому, когда мы ставим дату попадания фильтра, когда мы ставим клиентов дату попадания фильтра только лишь по дате окончания договора, то получается, что те клиенты, которые нужно пролонгировать 1 января, мы про них вспомним и увидим 30-го или 31-го декабря, в самый новый год. То есть ровно за один день. Это очень мало. Поэтому, когда мы ставим дату встречи с клиентами, даже если у клиента такая дата, не дача встречи с клиентами, а когда мы ставим дату пролонгации, то даже если эта дата пролонгации попадает на 1 декабря, то у нас до окончания полиса с клиентом аж 2 недели. Поэтому, если мы что-то там замешкались, затормозили, то есть у нас все равно 2 недели с вами есть. Там 3 дня мы пропустили, первых что-то там замешкались опять же. То есть какое-то время есть. Когда мы делаем пролонгацию и добавляем фильтр только по окончании договора, тогда либо нам надо 2 таких месяца держать, то есть держать и текущий месяц, и следующий за текущим месяцем, чтобы увидеть такую пролонгацию. Либо вот такое решение как по пролонгации. Но опять же, дата пролонгации позволяет нам также отправлять клиенту смс и так далее. Смотрите, то есть это мы по датам с вами разобрались. Следовательно, что мы можем с вами сделать? Мы можем сделать с вами следующее. Мы можем с вами создать такой фильтр. Допустим, мы нажимаем, ну давайте вот здесь мы нажмем, мы нажимаем сделки, мы нажимаем с вами сделки и выбираем наш бизнес-процесс, какой тут у нас бизнес-процесс, вот этот, и в этом бизнес-процессе мы, например, создаем новый фильтр. Мы создаем новый фильтр, так, называем его пролонгация, и допустим мы выбираем значение. Какое значение мы выбираем? Мы выбираем значение дата, так, 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 пролонгации, нет, подождите, подождите, давайте, так, дата, дата, ну да, вообще как бы должна быть пролонгация, вот она, дата, клиент, пролонгация, дата, почему он мне две показывает? Так, все правильно я сделал, да. Так, ну давайте какую-нибудь другую еще дату, дату начала договора, дата окончания договора, давайте пока так сделаем, почему он мне пролонгацию показывает? Так, дата 2, ну давайте посмотрим, что здесь имеется в виду, еще раз, еще раз, так, пролонгация, ну давайте сначала по дате нормальной, потом уже по той посмотрим. Дата окончания договора, выбираем месяц, например, мы здесь ставим не за прошлый месяц, а за текущий месяц, то есть у нас ничего нету, ровно потому, что эти две пролонгации, они будут через год, да, но мы можем поставить за текущий год, у нас тоже ничего не будет, но, например, мы поставим за следующий год, и тогда эти сделки должны уже попасть. Давайте обновим, ничего не попадает, еще раз, это дата окончания за текущий, надо за следующий, за следующий год, да, и вот они в следующем году, эти все там три сделки тестовые попали, причем мы можем опять же их настроить, здесь те, которые нам нужны даты, например, дата окончания договора, можем поставить даже дату начала договора, мы можем поставить себе дату встречи с договором с клиентами, чтобы все видеть. Так, где у нас волшебная эта пролонгация? Мне кажется, вот это какая-то не та пролонгация, она почему-то сюда не попала, давайте посмотрим, конечно, да, видите, пустое значение, хорошо, что я по ней не взял, надо будет сейчас еще поковыряться, что там не так. В общем, еще раз, дата окончания у нас через год, мы здесь видим вот эту информацию, можем добавить, например, премию, можем добавить, если нам нужно, например, понимать, кто там ответственный по этому клиенту, да, ответственные, кто был по этому клиенту страховой компании, можем добавить, понимать, как вообще пролонгировать именно эту страховую компанию и так далее. То есть мы с вами фактически создаем такую табличку, опять же, вот сумму мы убираем, сумму мы убираем, и мы фактически создаем такую табличку, Но у нас, опять же, дата, мы все это смотрим по дате окончания полиса. Идеально, чтобы у нас проставлялась не дата окончания полиса, а дата пролонгации, чтобы у нас было время. Но даже если мы вот таким образом делаем, то есть мы можем, например, так, 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 дата окончания, ну вот, допустим, мы вот так вот поставили, видим, что тут 3 декабря, 3 декабря, 7 декабря. И где у нас тут еще дата встречи? Да, дата пролонгации у нас не попадает. А что это за пролонгация, я пока не понимаю, если честно, вот сюда, в этот бизнес-процесс залезла. Так, где у нас она на пролонгации? Давайте ее отключим. И давайте еще раз попробуем дату написать, может быть, она будет дата. Дата окончания встречи, начало договора, изменение создания, дата изменения, дата изменения, дата создания, последние покупки. Обидно, пока обидно, но, может быть, нужно что-то так конкретно обновить, и тогда у нас все появится. Но сейчас еще раз давайте я посмотрю, как она, пролонгации, ну, вроде как, да, здесь дата, двоеточие, пролонгации. Не знаю, что им не нравится, почему именно эта дата не нравится системе. Дата, вот, все, появилось оно, надо было просто обновить. Я здесь ставлю дата пролонгации, это за следующий год. Естественно, вы когда будете настраивать, вы когда будете настраивать, потому что пролонгация не закончилась, за следующий год, Вы когда будете наставить, то будете ставить так, дата пролонгации, это за текущий, именно за текущий месяц, да, за текущую неделю, за текущий, ну, лучше, конечно, за месяц, да, удобнее видно, потому что у вас список выпадает, и вы ранжируете просто самые ближайшие, самые ближайшие дела, то есть, как я вот здесь сделал, например, за следующий год, сохраняю, кстати, здесь только одно дело появилось, потому что дата пролонгации мы поставили только у одной, у одной сделки. Так, это первый момент, то есть, это первый способ, как мы можем делать пролонгацию. Он хорош, да, он хорош, но опять же, то есть, если вы такой начнете сейчас внедрять, то он заработает и эффективно будет работать только через год, да, но вы, может быть, в течение этого года уже создавали какие-то ближайшие коммуникации и прочее, прочее, прочее. Поэтому давайте я сейчас покажу вам еще один вариант, добавляем новую сделку, она нам тоже сейчас понадобится, можем, кстати, попробовать создать копию, чтобы побыстрее. Ну, видимо, да, ну, видимо, да, у меня тут что-то еще закончилось. Так, нажимаем, 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 так, создать дело. Давайте создаем новую сделку. Пума, так, пума-тест, нажимаем, создать. Пишем основной продукт ОСАГО, страховая компания, пусть у нас уже будет ВСК, премия у нас будет, пусть уже 10 тысяч, начало договора у нас будет, пусть там, 4-го числа. Дата встречи с клиентом у нас будет, пусть 2-го декабря, где у нас дата пролонгации, куда она делась, почему она исчезла, а я какое сделал, в какой Б3, ну, куда делась дата пролонгации? Вот, она на этом этапе не видна, вот, видна, очень странно, пока мы подмораживаем, конечно, очень интересно, что это такое. Так, дата пролонгации ставим, опять же, пока ручками, сейчас я покажу, как это сделать автоматом, пока ставим ручками, декабрь, ноябрь, нет, декабрь, не в ту сторону. Ну, вот, руками, конечно, это все очень тяжело, руками это все тяжело и неудобно, поэтому, конечно, нужно автоматизировать, все это автоматизировать. Ну, давайте тоже там число 25-го, допустим, поставим. Опять же, здесь может быть человеческая ошибка, то есть, если мы это доверим ставить нашим менеджеру, они могут ошибиться в году, в месяц, и еще что-то, еще что-то, и здесь уже вот этой дате будет гораздо сложнее доверять. То есть, если вот эту дату мы, например, начало договора, мы все равно должны ее несколько раз проверять, потому что у нас отчетность сдается в страховую и прочее, 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 то это второстепенная дата, и ее мы можем забывать проверять, и здесь будет ошибка, да, и тогда будет не очень хорошо. Все, соответственно, вот таким образом мы сделали, то есть, у нас 25-го ноября, и мы можем сделать с вами следующее, мы можем добавить еще одно дело, руками, например, пролонгация 25-го ноября. 25-го ноября, причем он сразу понимает, что если эта дата уже прошла, то он ставит 2020-й год. Все, мы, например, поставили пролонгация 2020-й год. Отлично, отлично, то есть, у нас все получилось, все хорошо, и здесь мы можем сделать следующее. Мы можем здесь добавить следующий вариант пролонгации, то есть, следующий вариант таблички, например, пролонгация, пролонгация, ближайшее дело. Да, мы делаем пролонгация, ближайшее дело, нажимаем здесь, нажимаем здесь, ближайшее дело, ближайшая коммуникация, можно с клиентом, можно по сделкам, и ставим, опять же, за следующий, за следующий, также ставим за следующий год. Вот, мы поставили, и у нас, опять же, выскакивает, эта сделка выскакивает, только четвертая, да, потому что у нас, мы только в этой четвертой сделке сделали ближайшую коммуникацию. У третьей у нас ничего подобного нет, поэтому у нас выскочил только четвертую. Получается, здесь у нас пролонгации нет, потому что мы еще пока не поставили, мы уже поставили, да, дату пролонгации 25-го ноября 2020-го года, тогда надо просто обновить, и все появится. Да, вот у нас появилось, вот они, две сделки есть, но у этой ближайшего коммуникация стоит, у этой не стоит. Поэтому для того, чтобы у нас сделать эту систему надежнее, нам нужно добавить два триггера. То есть первый триггер – это простановка даты пролонгации, вторая – это простановка даты ближайшего дела. Давайте это сейчас с вами и проделаем. Заходим в настройки, заходим мы с вами в настройки, заходим в сделки, находим наш бизнес-процесс, страхование базового 1.003, и добавляем триггер. Первый триггер – давайте все-таки изменение даты. Давайте изменим дату. Дата изменить, изменить дату пролонгации. Нажимаем, это пусть у нас будет уже сразу авто. Какое правило? Правило будет такое, что если дата окончания полиса есть, то изменяется и дата пролонгации. Давайте попробуем так. Так, 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 полис, 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 полис. Ищем дата встречи с клиентами, дата окончания договора. То есть если у нас дата окончания договора есть, тогда мы изменяем поле. Какое поле мы изменяем? Мы изменяем поле дата пролонгации. А как мы ее изменяем? Мы изменяем ее формула. Какой формулой? Мы ставим дату, опять же, окончания договора минус переменную. Какая переменная? У нас мы можем поставить минус две недели. Давайте пока поставим минус две недели. Так, раз. И вот так вот скопировать. И попробуйте еще раз поставить. Минус две недели. Все. То есть давайте попробуем протестировать. Давайте попробуем протестировать. Мы заходим в одну из наших сделок. У нас здесь пролонгация уже стоит. Мы ее убираем. Мы ее убираем. Но мы также убираем дату окончания полиса. И давайте тогда сразу уберем начало договора. Ставим начало договора пятое. У нас должно проставиться окончание. Все, видите? Все красиво и никакого мошенничества. То есть у нас здесь окончание договора получилось 4 декабря 23.59. А это просто поставилась дата 20 ноября. Да? 20 ноября. Это первое, что мы сделали. Второе, что мы сейчас с вами сделаем, это мы добавим ближайшее дело. Да, ближайшее дело. Как его сделать? Все то же самое. То есть мы добавляем сценарий. Но здесь уже будет немножко другое. То есть проставить, проставить дело ближайшее коммунение. Проставить дело по пролонгации. Так, здесь мы ставим опять же сразу кнопочка авто. Добавляем правило поля. Пусть будет. Так, так, так. Ну давайте, да. Дата окончания. Пусть будет, если дата окончания полиса есть. Так, где у нас дата окончания? Если договора есть, то у нас добавляется действие. Мы смотрим. Так, отправить уведомления, создать дело. Да, создать дело. И здесь мы пишем, что за суть дела. Сделать или позвонить. 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 Позвонить по пролонгу. Позвонить по пролонгу. Мы можем здесь выбрать еще какую-то переменную. То есть мы можем тут имя клиента добавить и так далее. Но я думаю, что этого не надо. Мы просто добавляем такое дело. Единственное, что здесь мы можем, конечно, выбрать, что это звонок. Чтобы система видела звонок, у кого есть интеграция с телефоне. То есть это будет еще удобнее. Участников. Мы здесь ставим клиента. Так, где он у нас тут участник? Клиент. Есть. Эй. Текущий клиент должен у нас появиться. Не появляется. Обидно. Так, еще раз. Имя, должность, почта и стрелка вниз по поиску. Не появляется. Ладно, давайте пока ответственного, конечно, сделаем. Допустим, пусть это будет админ. Нет, участники админ. Ну, давайте, что-нибудь такое. Ну, вообще, здесь должен появиться клиент. То есть идеальная ситуация, когда у нас здесь появляется клиент. Может быть, пользователи. Текущий. Ну, не понимаю. Ну, ладно. Так, 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 так. Это обидно. Обидно, обидно. Подождите. Может быть, вот здесь надо мне поставить всем. Пока почему-то не находит, друзья. Не понимаю. Вот здесь должен, я постуну. То есть переменная клиента должна быть. Ну, давайте посмотрим, протестируем. Может, и так сработает. И здесь ответственный пусть тоже будет, например, ну, Рыбасов. Давайте поставим. Рыбасов Кирилл. То есть у нас участник админ ответственный. Ответственный. Ну, блин, должен быть клиент, если честно. Так, сейчас еще раз. Текущий. Может быть, как... Вот, переменные надо нажать. Во-во-во-во-во. Надо было нажимать переменные, друзья. Все правильно. Вот так убираем. Все хорошо. И так, это есть, это есть. Все. Дата. Дата, дата, дата. Дату нам нужно заполнить формулой. Дату нам нужно заполнить формулой. То есть мы выбираем переменную. То есть, когда это все удовольствие у нас начинается. У нас все это начинается. Дата пролонгации. Давайте дата пролонгации здесь ставим. И здесь тоже окончание. Мы тоже ставим, например, дату пролонгации. И там, и там дату пролонгации. И попробуем сейчас протестировать, получится у нас что-то или нет. То есть, мы создали автоматически, то есть, если дата окончания договора есть, то у нас все тоже заканчивается. Убираем. Это раз. Это два. Это три. Дату встречи с клиентом можно было не убирать. И пробуем поставить начало договора. Ну, давайте одиннадцатого. Бабах. Так, что-то у нас произошло. Не дает. Так, ну, давайте там десятого. Так, проставить дату начала договора. Проставить какая-то проблема. То есть, какая-то у нас возникает проблема. Может быть, потому что триггер у нас завязался. Триггер у нас завязался на... Мы завязали его на дату пролонгации. Давайте ее уберем. Давайте ее уберем. Может быть, так не получается. Давайте тогда... А, вот-вот-вот, тут какая-то проблема. Смотрите, давайте сейчас так. Дата пролонгации поставим. Дата пролонгации, дата пролонгации. Я обычно всегда ставил дата окончания полиса минус... Там, две недели. Ну, давайте сейчас посмотрим, получится или нет. Так, дата создания сделки. Ага, 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 ага. Сохраняем. Еще раз. Выбираем дату начала договора. Пульт будет там тринадцатая. Да, вот оно все у нас проставилось. Вот эти даты у нас проставились. Хорошо, все сработало. А напоминание, давайте смотреть. Напоминание у нас тоже сработало. А, ну мы могли это рукой. Нет, это мы рукой, да, по-моему, писали с вами. Сейчас мы обновим, посмотрим. Прописалась ли коммуникация. Да, она тоже прописалась. Вот она, она просто ее нужно обновлять. Позвонить по пролонгации. Причем здесь у нас и участник есть, и участник и ответственность. Что это нам дает? Это дает нам, что мы, если мы заходим в личную карточку клиента, то там тоже будет стоять эта пролонгация, мы тоже можем оттуда видеть. Здесь, кстати, можно там позвонить по пролонгации, знаете, добавить какую-нибудь переменную, типа позвонить по пролонгации ОСАГО или позвонить по пролонгации КАСКО. То есть мы можем в каждом бизнес-процессе, в зависимости от того, какой продукт, мы его проставим. Давайте попробуем. Вот здесь добавить немножечко, по красоте сделать, посмотрим, получится, не получится. Ставить переменную. И здесь, например, основной продукт. Есть у нас такая возможность. Так, полисы, лимит. Тара-тара-тара-та. Так, 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 так. Основной город, брокер. Так, никто. Здесь просто все, что только можно, поэтому всегда тяжело найти. Дата начала. Ага, ага, ага. Сделка номер, название, лимит. В принципе, это не обязательно, потому что и так будет видно, но что-то для красоты, может быть, кто-то для удобства хочет своего сделать. Можно, опять же, либо номер сделки добавить, либо страховую компанию, либо продукт и так далее. Ну, сейчас могу долго ковыряться. Сейчас быстренько не получится, я тогда закрою. Ага, ага, поток, паспорт. Да, ну, короче, надо ковыряться, и здесь можно найти просто там основной продукт. Если, я здесь могу и руками написать, но, опять же, если это будет пролонгаться каска, то у меня здесь будет сказать пролонгация посадой, тут запутаешься. Ладно, в общем, а если так, не, не получается. То есть сюда, вот эту фразу мы можем менять и какую, и выбирать переменную. То есть можем ставить то, что мы захотим. Все, и так, у нас получилось, что мы можем делать пролонгацию двумя способами. То есть по ближайшему делу, либо по пролонгации. По ближайшему делу, тут смотрите еще, чтобы я добавил. То есть когда у нас ближайшее дело, сюда могут попадать все текущие сделки ваши, которые уже состоялись, поэтому здесь можно ставить, например, статус сделки, что это уже финиш, то есть только те сделки, которые уже находятся на статусе финиша. Так мы, если мы работаем, например, с текущими сделками, они находятся на этапе начала и так далее, и так далее, они будут нам здесь мешать. И чтобы они не мешали, мы, например, вот таким образом убираем. Если мы хотим увидеть пролонгацию по конкретному менеджеру, то мы добавляем пролонгацию по конкретному менеджеру. У нас здесь ничего не появилось, ровно потому, что давайте посмотрим, на каком этапе у нас находятся сделки. Мы их вообще на финиш переводили. Статус. Да, статус добавляем. Да, они, обе сделки находятся на этапе заявки, и поэтому они в нормальный фильтр, в действительно работающий, они не попадут. Да, они не попадут. Поэтому, конечно, чтобы они попали в фильтр, нам нужно их перевести на финиш. Вот. И все, и, соответственно, у нас работают. Ну, что-то тут у меня заморосило. Не знаю, опять какая-то настройка. Только бизнес-процесс залил сюда, поэтому, может быть, что-то моросит. Окей, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, всем привет, блин. Еще, если есть какие-то вопросы, то задавайте. Я просто дальше уже хочу двигаться по другим уже задачам, то есть как отправить смс и как отправить e-mail. То есть у нас следующие задачи вот такие две. Так, 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 так. Да, поехали. Поехали, поехали. То есть нам нужно с вами как-то отправить сообщение. Сообщение, друзья, у нас о пролонгации. Мы можем, ну, что мы можем сделать? Мы можем сделать кнопочку, которая, если мы ее нажимаем, эту кнопку, отправляется клиенту сообщение от пролонгации. То есть как я это вижу? Вы, например, работаете, то есть вы, например, собственник бизнеса, вы видите, что у вас у этого клиента, например, пролонгация, вы нажимаете кнопочку пролонгации, ему отправилось письмо. На e-mail, если вы указали электронную почту или смс, если вы, например, захотели смс. То есть можно под каждый, под каждый из этих сделать, под каждый из этих сделать определенную кнопочку. То есть отправить смс, отправить e-mail. Это первые два варианта. И второй вариант – это мы отправляем смс-ку клиенту о пролонгации автоматически. То есть мы клиенту отправляем сделку автоматически. Что это означает? Это означает, что когда вы забыли про это клиента, когда вы не успеваете написать клиенту, система это сделает за вас. То есть это будет такая небольшая подстраховочка, смс-ка об окончании, то, что у клиента оканчивается полис, ему, она будет достаточно персонифицированная, там будет его имя, там будет его фамилия, там будет страховая компания, продукт, там будет дата окончания полис, там будут ваши контакты, контакты вашей компании, по которым можно связаться и пообщаться. Поэтому давайте попробуем, давайте посмотрим, как это можно сделать. Смотрите, первый вариант, ну или самый простой вариант – это сделать у нас через смс-очки. Да, давайте посмотрим. Заходим, заходим. Так, сейчас я вспоминаю. У нас есть автосценарий, автосценарий и автосценарий. Да, давайте попробуем через автосценарий. Так, находим клиента, заходим в клиенты, и нам нужен фильтр. Допустим, фильтр, назовем пролонгация веб, вебинар, тест. Так, дальше добавляем здесь, выбираем клиентов. Так, клиент, нет, сделки. Сделки, количество сделок, например, больше или равна единице. Больше или равна единице. И здесь нажимаем уточнение, потому что нам нужно вообще-то выбрать схему. То есть мы выбираем нашу схему, страхование базовое. И вот здесь у нас ничего не происходит. Почему? Потому что дата создания нам, даты создания нам ни тепло, ни холодно. Да, формула, формула, формула. Нам тоже, по-моему, ничего не даст. Сейчас посмотрю. Фильтр формула. Дата создания, дата, 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 дата. Где же это дата? Дата. Пролонгация, пролонгация. Дата 2. В секундах это все не те даты. Где у нас дата? Дата последней коммуникации до покупки. Дата создания. Пролонгация дата. Дата в секундах. Так. Это, наверное, и не то. Сейчас еще раз, еще раз. Тут какие у нас варианты. Статус. Ну, статус нам тоже не поможет. Ну, да, на финише они находятся. Ну, отлично. Да, у нас сделка попадает. Но нам надо, чтобы они попадали, эти сделки попадали в конкретную дату. Можно узнать еще, как добавить. Вот сейчас можем добавить, например, дата. Так, дата, 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 дата. Да, это все не подойдет. Так. Что-то я в том, какие небольшом. Как обычно. С этой сделкой. Давайте попробуем через триггеры. Может быть, через триггеры будет это гораздо проще сделать. Так, настройки. Настройки, настройки. Пробуем вот это. Пробуем. А, не, ну, конечно, через триггеры это и надо было все сделать. Что я опять затормозил, не знаю. В общем, добавляем сценарий. И нам нужно вывести фильтр. То есть, какие сделки под это попадают. Да, там, отправить, отправить смс о пролонгации. И здесь мы ставим. Ну, давайте с кнопки начнем. Она будет появляться, не будет появляться. И нам здесь надо сделать следующие поля. Во-первых, чтобы статус у сделки был, естественно, статус у сделки был равно. Почему он мне варианта не дает. Так, статус. Так, это поле, правило поля. Так, давайте сейчас правило статуса. Да, финиш. То есть, сделки должны быть на финише. И следующее правило поля. Нам выбираем дата пролонгации. И здесь мы должны написать, например, равно какая текущая дата. Что это означает? То есть, как только дата пролонгации будет текущей датой, текущей датой, сразу клиенту появляется кнопочка, по которой можно отправить смс. Давайте сейчас попробуем это все сохранить. Давайте попробуем это сохранить. И зайти в наши сделки, поменять даты на пролонгацию, чтобы было это финиш и дата пролонгации была сегодня. Так, заходим. Дата пролонгации у клиента 28-го нам надо поставить просто, чтобы это было сегодня. У нас сегодня 3-е. То есть, мы ставим дату пролонгации руками пока 3-е число. Число. У нас начало. Ага, вот у нас тут проблема, да? Так, что тут? Дата встречи с клиентом не заполнена, поэтому я, наверное, ошибку и выдавал. Давайте, бабах. Сейчас посмотрим, что у нас еще. Номер серии договора не заполнена, а надо бы заполнить. И анкетку нам надо пригрузить. И анкетку нам надо к этой сделке пригрузить. Тогда она должна нас отправить на финиш. Да, вот на финиш отправляем. Все. Это сделка на финише. То есть, эта сделка выполняет в первом условии финиш. И второе условие – дата пролонгации сего. Должна появиться внизу кнопка сценарии. Пока не появляется. Обновляем. Обновляем. Так. Что? Нет, потому что 3 ноября 2020 года у меня выставилось, поэтому, конечно, нужно поставить, поставить, поставить. Так, декабрь, ноябрь. Да, декабрь. У нас декабрь, 3 ноября. Вот. Все. Сейчас обновляем. И смотрим сюда. Все, отправить смс, пролонгать. То есть, у нас появляется смска. То есть, мы можем вот этот сценарий сделать таким. Отправить смс. То есть, руками. Можем поставить, чтобы это было смска, например, не день в день, как мы сюда поставили. Помните, я вам говорю про текущую дату. Можно поставить там текущую, ну, да, текущая дата. Тут, наверное, ничего и не поменяешь. Да, другая дата, текущая дата. То есть, день в день у нас появляется эта кнопка. Либо мы, естественно, это просто меняем кнопку сна авто. И как только у нас совпадает статус сделки финиш и как у нас совпадает текущая дата, то, соответственно, происходит действие. Какое действие? И вот здесь мы можем два варианта сделать. Первый вариант – это отправить. Так, где у нас отправить? Отправить, по-моему, лид. Сейчас мы проверим. Отправить лид или комментарий, триггер. Все время, конечно, 28 тысяч названий. Так, уточнить при отправке. Нет, не лид. Нам нужно отправить сообщение, что-то такое. Уведомление. Вот, скорее всего, вот это уведомление. Да, и здесь мы выбираем, каким образом мы будем отправить. Если у нас есть электронная почта, мы отправляем по электронной почте. Если мы хотим по смс, мы отправляем смс. Давайте выберем смс. Нет, давайте все-таки электронную почту. Электронная почта, то есть текущий пользник, кто отправитель? Текущий пользователь, поле сделки, ответственный мегаплан. Ну, я думаю, что можем отправлять от текущего пользователя. то в данном случае это будет у нас, не, от ответственного надо, кто у нас будет делать пролонгацию. Получатель сделки клиент, опять же, можем там что-то выбирать, но, скорее всего, это будет клиент и дальше ничего не сделать. Тему пишем, пишем здесь, например, Александр, не, какой Александр, мы выбираем переменную. Здесь мы выбираем, опять же, клиент. Можем выбрать клиент, но нам нужно подробности. Выбираем подробности, и в этих подробностях нам нужно написать имя. Мы пишем только имя, то есть не имя, отчество, а имя, только имя, например. Александр, это в моем стиле, да, вы можете, например, если хотите, сделать то же самое, но только здесь написать имя и отчество, да, то здесь у меня только имя, а здесь где-то, по-моему, было такое настройка, что можно и имя, отчество поставить. Сейчас еще раз вверху посмотрю. Дата рождения, имя, отчество, если есть для рассылки, вот. Да, можете поставить имя, имя, отчество, да, такое значение. Сейчас имя и название, имя и название, ага, компания, конкуренция. Ну да, скорее всего, имя, отчество. Ну, я вот люблю имя ставить. Пишу имя, запятая, то здесь будет, например, Семен, у вас, у вас, и ставим здесь, опять же, переменную, нет, это, наверное, вот сюда, вот эту переменную, да, нам надо взять, вот эту переменную, у вас заканчивается, и здесь нам нужно ему поставить, там, основной продукт, основной продукт, нет, 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 основной продукт мы пока оставляем, у вас заканчивается, когда? Здесь, опять же, у меня тут нагромождено, то есть, мне реально, чтобы найти мой, именно, мое значение, потому что здесь миллион бизнес-процессов, тут можно с ума сойти, да, чтобы найти именно мой бизнес-процесс, хотя схемы сделок, хотя, нет, он это не видит, да, он пока не видит, поэтому у меня тут действительно нужно ковыряться, какое именно, какое именно значение поставить. Ну, давайте я просто покажу вам, что вот, допустим, дата пролонгации, здесь видеть день, год, месяц можно выбирать. В нашем случае, конечно, мы просто ставим там дата пролонгации, и мы ставим, Александр, у вас дата пролонгации, например, 23 ноября заканчивается полис, и основной продукт – это название этого продукта, то есть, это мы тему такую набрали, то есть, он четко будет понимать, что это письмо ему, да, можно еще написать в компании, в компании, и здесь, например, написать страховая компания, да, давайте тоже в этом сделаем. Страховая компания, где, вот, в страховой компании, то есть, у вас заканчивается страховая компания, вопрос, это получится, попадает, не попадает, видите, тут что-то уже тут начинает не помещаться, а, вот так надо сделать, в компании, страховая компания, в компании согласия, все, допустим, и сделать. Это же копируем, мы можем ставить сюда, да, в шаблон там, Александр, Александр, Добрый день, да, добрый, добрый день, добрый день, восклицательный знак, у вас, да, что ж такое, так, у вас такого-то числа заканчивается полис ОСАГО в компании согласия, на, можете, если есть у вас марка-модель автомобиля, но в нашем бизнес-процессе ничего такого нет, маркой-модели не добавили, можем написать там номер полиса, да, можем еще что-то сделать, ну, в большинстве случаев это будет достаточно, там, перезвоните нам, если это можно написать, если ничего не изменилось, и вы не попадали в аварию, то в аварию, то в аварию, то в этом году полис будет стоить на, там, 5 процентов дешевле, здесь можно опять же сделать формулу, да, то есть смотрите, какую мы можем сделать формулу, ну, тут, конечно, формулу не подобрать, потому что там КБМ, не КБМ, тут как бы сложно, то есть мы можем прописать формулу, ну, допустим, давайте я сейчас покажу самую там кривую, но тем не менее, кстати, формула здесь можно, здесь, по-моему, формулой нельзя, формула оплаты, да, здесь в этой ситуации формулы никакой нет, единственное, что мы можем, например, вот здесь сделать формулой, то есть, допустим, пролонгаться на следующий год, если премия у нас 10 тысяч, то мы знаем, можем высчитать, зная КБМ, тогда нам нужно поставить КБМ проставить и, ну, то есть проставить КБМ, если мы проставляем КБМ, то тогда мы можем на 5% дешевле, но у нас же кроме этого еще изменяется, там всякие возрасты, стажи и так далее, и так далее и тому подобное, то здесь уже, как бы, такой начинается, начинается, ну, начинается уже бардачок, да, то есть тяжело это все высчитать, поэтому проще, наверное, просто ничего не сделать. Если у вас ничего не изменилось и вы не попадали в аварию, то в этом году полис будет стоить минимум на 5% дешевле, давайте так напишем, дешевле, ну, может быть и больше, ну, может и больше, ну, может и еще дешевле, или, например, позвоните, позвоните мне, и здесь вы пишете, опять же, вставляете переменную, допустим, ответственного ставите здесь, или менеджера, менеджера, и у менеджера выбираете его телефон, да, так, телефон, позвоните мне, ставите сюда телефон, менеджер телефона, и мы с вами рассчитаем, или я и мы с вами рассчитаем точную стоимость полиса на этот год здесь вы можете креативить что хотите потому что это email здесь нет ограничения по количеству цифр букв сообщить по размеру сообщений если же вы если же вы работаете с эсэмэсками да то есть отправляем эсэмэс то там конечно нужно делать как дороже потому что эсэмэски не бесплатные оплатные и в зависимости от длины каждая стоимость сообщения поэтому здесь палец для творчества очень широкий но проблема в том что большинство из вас и мэлов с клиентов не берете да то есть вы не берете email и поэтому здесь надеяться на вот этот способ пролонгации как основной как супер работающий не стоит но эсэмэски классно доставляться классно работы все нажимаем сохранить так давайте кнопка нажимаем сохранить и сейчас попробуем посмотреть что не получилось у нас хотя бы какие-то данные подтянулись не подтянулись хоть что-то потому что конечно все надо десировать смотреть точно ли вы значение подставили и так далее и так далее так далее так если у нас у этой у пумы email вроде должен быть нажимаем отправить смс о пролонгации ну тут сообщение наверное о пролонгации в данном случае до смс о пролонгации она запустилась но обычно должен еще и текст здесь появляться но почему пока не появился давайте обновим может быть еще в карточку клиента надо зайти может карточки клиента это отразится но пока не отразилось так сюда переходим то есть он нам показывает эту настройку но не показывает саму сделку да давайте сейчас клиенту зайдем сам текст то есть обычно отправляется сам текст уже готовы то есть какое какое сообщение отправлено было вот здесь ну да то есть пока не туда может чуть позже отправиться может вообще пока не будет отправляться то есть сам текст сообщения какой отправился клиенту можно будет только вот так зайти и посмотреть какой дешевле вот сейчас конкретно это неудобно но обычно насколько я помню всегда был прописывался прям целый текст целиком и ты всегда мог посмотреть может быть в письмах сейчас подождите может в письмах да что то нету здесь такого может быть в письмах но здесь такого нету ладно принципе ничего страшного но я думаю может быть я просто какой-то момент опустил либо вот этот кирилл . рыбасов эта почта она синтегрирована тут в разных местах и например она так не сработала на любую другую почту она отправится ok друзья давайте поэтому давайте поэтому если у вас есть какие-то вопросы то задавайте на это оставка ежегодно растет а можно и также быть цена ну да ну то есть здесь смысл такой что если раньше мы хоть как-то могли изменить то есть если как-то предугадать расчет то конечно на на этот год слишком сложно будет делать расчет поэтому мы можем просто какую-то интересную продающую фишку там например вы знаете изменились некоторые базовые коэффициенты поэтому именно для вас может получиться очень хорошая цена но надо все проверять звоните пишите какой-то продающий интересный текст мы все-таки можем написать и вовлечь клиента можем просто так и чисто системного заканчивая полис свяжитесь с нами то есть ли наш менеджер алексей ближайшее время свяжется с вами или вы сами с нами свяжитесь и так далее так что то такое можно закреативить придумать тут здесь смотрите обычно отталкиваясь от ваших текстов которые есть но опять же можно так алекса то есть течение двух дней ваш менеджер андрей свяжется с вами если вдруг он до вас не дозвониться то позвоните нам самостоятельно в любое удобно для вас время а вот этим номерам телефона боюсь уже давно этим смс камеры новый год пролонгаться нифига не получается не работает а что что не работает что дмитрий конкретно у тебя не работает что не получается что не срастается расскажи мне что у тебя не работает ну вот этот конкретный способ и можешь затестить самое ближайшее время посмотреть работает он не работает и насколько он эффективен хорошо еще один момент я рассказываю хочу еще один момент рассказать вы пока можете накидать свои вопросы смотрите друзья Transfer вы для своих менеджер можете настроить такую фишку для менеджер для себя может настроить такую интеграцию может быть вы уже обращать внимание что есть такой раздел дела есть такой раздел дела у вас в сером системе а в сером системе у вас есть раздел такие дела и вы можете в этом разделе вы можете в этом разделе добавить определенное дело ну допустим так это у нас что это у нас до вторник ну давайте на пятое число что-нибудь поставим на 5 часов допустим мы заходим сделку и пишем и пишем и пишем и пишем позвонить позвонить клиенту ну давайте завтра завтра 2 4 завтра в 11 давайте посмотрим да у нас вроде звонок получился позвонить клиенту завтра в 11 но можно здесь написать конкретному клиенту кому что было понятнее допустим позвонить семену семену варламову завтра в 11 все нажимаем enter у нас определилось что это 11 00 14 декабря завтра смотрим в делах появилось ли это это дело в делах или нет до позвонить семену варламу вот она у нас в 11 появилась причем вот здесь звонок пума тоже у нас появился а что это за звонок подождите подождите что это за звоночек может быть такой вариант тоже даже будет лучше так где это где это где-то ну давайте обратно так позвонить 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 по пролонгаться но да это может быть что-то другое это что-то другое это что-то другое потом чуть попозже разберемся чем у нас появилось дело и она у нас календаре есть то есть мы в принципе можем работать с таким внутренним календарем увидеть что у нас есть такая сделка она вот здесь кликабельно то есть мы Мы нажимаем сюда, и у нас сразу появляется, кто клиент, какой номер телефона, с какого времени позвонить. Можем провалиться еще дальше, уже здесь поковыряться, можем зайти посмотреть, ага, какой сделки, вернуться в конечном итоге сделки и так далее. Что, собственно, мы можем сделать и вот с этой сделкой. Вот с этой сделкой мы заходим, смотрим, что это, когда это, это предыдущая сделка. И видите, как она тут, ну просто здесь звонок стоит, да, звонок вот на 4 декабря. То есть когда ты просто ставишь звонок, ага, апгрейд немножко произошел. Супер, супер-мега-мега-звонок, звонок завтра в 15. Давайте так напишем, сейчас протестируем. Супер-мега-звонок, вот, вот он время подставил. Сейчас посмотрим на календаре, подставит он автоматом клиента или нет. Да, вот видите, автоматом клиент подставляется. Очень круто, то есть у нас автоматический клиент здесь в системе есть. Теперь давайте посмотрим, а в интеграции с гуглом, то есть если мы зайдем в гугл и посмотрим, а в интеграции есть чего-нибудь, ну, упоминания, есть ли какие-то или нет. У меня, опять же, все синтегрировано и все синтегрировано, но здесь не вижу пока позвонить. Да, вот, Семену Варламову есть. Это появилось вот здесь, когда я нажимаю, здесь просто звонок. Но здесь написано, видите, также участвует тема, ну, тест Puma. То есть если мы работаем, если вы привыкли работать не через, не только через мегаплан, да, допустим, сейчас я немножечко попробую сделать, вам показать с телефона. Так, 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 где это у меня, вот он, плеер, хорошо. А вы мне напишите, есть ли демонстрация экрана у вас, если вы увидите мой телефон. Так, здесь надо, ну, да, микрофон, да. Ну, давайте вот так вот доверять, да, все доверять, все хорошо. Так, есть у меня Google, да, вот у меня, например, Google календарь. Видите вы, друзья? Google календарь мой, начать, разрешить, разрешить, окей, окей. Так, сейчас подождите, подождите, я проверю, где он тут у меня. Видите ли вы, видите ли вы, сейчас про это тоже поговорим, про приложение. Видите ли вы мою демонстрацию, друзья, телефон, вот сейчас я показываю, видите ли вы мой телефон. Вот, напишите плюсик или там два плюсика, если видите, и минус, если не видите. Так, и вроде как бы у меня должна быть демонстрация идти, да, все идет. То есть, смотрите, если вы привыкли пользоваться, например, именно Google, потому что он там сообщения присылает, еще что-то, еще что-то, вы можете сделать вот таким образом, да. То есть, здесь настроить, опять же, настроить календарь свой. Причем у меня сейчас включены все мои мероприятия, я могу оставить только мегаплан, и вот у меня видно все эти звонки. Ну, то есть, Круассану, там, Алаба-тест, Хоп-Хей-Лав-Лэ, это все я тестировал. Купсику, Вальдемару, вот, Семену Варламову мы сделали с вами. Причем, если я здесь закрываю это дело, то есть, если я его закрываю, оно в идеале должно закрыться и у меня везде. Только я вот сейчас пока, я не особо пользуюсь, опять же, этим дублирую, копировать, дублировать, копировать, не помню, как закрыть сделку, может, как не так. Причем здесь у меня, видите, она идет как видеовстреча. Так, указать, добавить мероприятие, помолчание, знание, прикрепить файл. Ну, короче, надо разобраться, как именно закрыть это дело, но вы можете отсюда это все регулировать и, по идее, по настройке, если отсюда дело пропадает из Гугла, из Гугла дело пропадает, оно пропадает и из Мегаплана. То есть, это называется двухсторонняя синхронизация. То есть, и там, и там вам не надо заходить в сделку и в Мегаплан закрывать, и закрывать эту еще сделку, сделку еще закрывать в Гугле. Но, друзья, у меня есть вот такая еще интеграция. Сейчас посмотрим, она работает, не работает. Ну, то есть, можно построить такую интеграцию. Я, опять же, ее убрал, потому что у меня, как админа, там этих миллион сообщений вылетает, и мне не очень удобно. Но, тем не менее, вы можете себе такое поставить, то есть, дальше синтегрировать Todoist с Google-календарем, то есть, такое, вы интегрируете Мегаплан с календарем, потом календарь с личным напоминанием. И в итоге, вот у вас получается здесь позвонить Семену Варламу, причем вы видите, что это, например, произошло вот непосредственно по GCO, то есть, Google-календарь. То есть, это дело, которое относится к Google-календарю. То есть, если вдруг вы, бах, видите какое-то дело и не понимаете, откуда оно вообще здесь появилось, то вы, естественно, можете, можете понять. Единственное, с другой стороны, вот обратную, как туда засунуть, ну, надо подумать, да, то есть, я вот не знаю, может быть, ну, нет, круасса, ну, вот оно, наверное, отсюда и появляется. Сейчас позвонить, там, Василию, Василию, Василию Уткину завтра в 19. Причем здесь, знаете, какая еще настройка, что вы должны еще, то есть, он синхронизирует только те, которые есть конкретная дата. То есть, если у вас есть конкретная дата, то он синхронизирует, то есть, если нет, то нет. Сейчас посмотрим, синхронизируется Василий Уткин и так далее. Столько интеграций, зачем, объясняю. Я работаю, мне очень удобно работать с Тудуистом, да, то есть, если вы, если кому-то удобно работать с Гуглом, он работает с Кумендарем. Если кому-то работаю удобно с Тудуистом, как мне, я работаю с Тудуистом, кому-то удобно заходить в приложение Мегаплан внутрь, да, то есть, где у меня тут Мегаплан, заходить в само приложение и здесь смотреть, да, опять же, Тудуист, вот эти все такие вещи я разработал и внедрил и разбирал и так далее, и так далее, когда не было вот этого нормального приложения. Поэтому вы фактически спокойно можете не париться и работать именно из Мегаплана и так далее, и так далее, и так далее. Здесь смотреть этот календарь, заходить и смотреть эти все дела, позвонить Пупсику и так далее. Здесь, скорее всего, сработает интеграция у вас, то все это будет хорошо. Конечно же, лучше делать отсюда. Но если вы пользуетесь, как я, например, Тудуистом, я хочу увидеть, списать всех своих дел на сегодняшний день, не собирать их везде, звонки тут, там, звонки там, Тудуист одни задачи, у меня личные шоколадки купить домой, там в Мегаплане у меня работа, и еще, есть еще какой-то там третий проект и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы все это в одно место, вы можете собрать. Но по личному опыту, когда этих пролонгаций и звонков очень много, конечно же, наоборот, от этой интеграции отказываешься. Но на начальном этапе, когда у вас там кому-то очень важно там самые любые контакты, любые коммуникации, любые зацепы, то вы можете ставить себе на такие напоминания здесь. Я думаю, что работать со звонками, с пролонгацией можно спокойно из приложения, она отлично работает, отличная штука, плюс работает там параллельно над проектами в Тудуист. Но если прям вообще жирно захочется сделать такую интеграцию, можете сделать интеграцию. Можете сделать интеграцию только определенным календарем по определенным делам, то есть по самым важным. То есть вы, например, в Мегаплане поставили это самое важное дело, оно у нас то и появилось. Единственное, что я вот сейчас пока не подразобрался, то есть обратная синхронизация вроде как есть, но я ее так и не увидел. То есть я ее в Мегаплане так и не увидел. То есть когда я ставлю дела не в Мегаплане, они в Мегаплане не появляются, к сожалению. То есть когда я из Мегаплана делаю, то оно везде появляется, а когда обратно оно пока не появляется, то есть нужно тестировать. Так, где мы тут поставили у нас Тудуист и Василию Уткину? есть, появилось ли это у нас в гугл календаре, да, Василий Уткин, вот видите, появилась, появилась она вроде в календаре мегаплан, то есть если мы все уберем, то остается у нас мегаплан, да, но вот в самом мегаплане она не появилась, скорее всего, я что-то вот здесь с фильтрами не наколдовал, то есть может быть где-то здесь нужно выбрать именно список дел на конкретный, то есть где-то, где-то может быть вот в этом затерялись, вот в этих список на целый день, но надо все тестировать, надо все смотреть. Хорошо, друзья, давайте ваши вопросы, предложения, замечания, дополнения по теме пролонгации, что там может быть у вас есть конка, это конкретика, какой-то конкретный вопрос и так далее, потому что, опять же, я когда лично консультировал, проводил личную консультацию одному из студентов, там пролонгация она была, CRM была, но это настолько было далеко от совершенства, что, конечно, я прям был очень-очень сильно удивлен, да, то, что вы можете много продавать, много делать, но, например, самые такие лайфхаки и фишки, которые я знаю, которые известны в нашем тренинге, вы, например, не внедряете. Поэтому, если есть вопросы, пишем, пожалуйста, циферку 4 и задаем вопрос, если вопросов нет, циферку 9 и тогда на сегодня мы будем потихонечку завершать. Сейчас я еще проверю, может, я что-то забыл вам еще рассказать, у меня как раз-таки я готовил у нас пролонгацию, CRM таблица. А, ну да, я еще одну фишку забыл показать, сейчас я вам покажу. Ну и ремайндер, да, давайте, хорошо, что я посмотрел. Ремайндер, смотрите, друзья, если у вас нет CRM-системы, если у вас нет CRM-системы, вы хотите, допустим, это, опять же, у кого айфоны есть, хотите использовать себе напоминание, то можете, например, сделать вот такую, добавить себе лист, допустим, какой-нибудь там пролонгация, да, пролонгация, и здесь создавать себе напоминание, да, то есть создаете напоминание, например, позвонить Сергею, здесь, конечно, там можно найти отчество, Васильеву, Васильеву, и здесь мы добавляем дату, опять же, дату можно кастомонизировано, то есть через год мы добавляем дату, так, ну вот что-то у нас плохенько идет, да, вот пошла, 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 там, допустим, в ноябре 2026 позвонить человеку, тут есть интересная штука, что мы можем, например, эту дату, эту дату, например, повторять, то есть если мы понимаем, что этот клиент у нас будет каждый год в это время страховаться, и это интересно, например, в нашем случае, мы можем повторять это каждый год, то есть каждый год 25-го числа у нас по этому человеку будет пролонгация, и, в принципе, если что-то меняется, мы можем менять и здесь, то есть можно, но можно менять и здесь, так, что у нас еще, да, то есть здесь опять же, ну, тут желательно здесь еще добавить там номер телефона клиента какой-то, и опять же, то есть если у нас есть номер, фамилия, телефон, то мы найдем его в CRM, если у нас есть CRM, но опять же, это фишка, когда у нас нет CRM, То есть у нас есть фамилия, имя, дата, можем там еще марку машины написать, там Ford Focus. Хоп, все, мы сделали, сохранили, у нас такая пролонгация есть. И вот такая нехитрая фишка с напоминаниями. У вас есть, опять же, она синхронизируется с телефонами. Тут можно настроить себе оповещение. Оповещение может приходить на компьютер, если у вас Apple-ский компьютер, и приходить на телефон, если у вас на телефоне. То есть, в принципе, ну, такое простое решение, но оно есть. Ну, одна из фишек, то, что здесь не просто список, здесь будут приходить вам напоминания, то есть вы можете настроить себе напоминания, причем Remind me on day можете еще добавить в определенное время, но, по-моему, там можно еще настроить, по-моему, еще один вариант. То есть, приоритет можно построить, но, мне кажется, можно еще попробовать настроить напоминание за определенное время. Но сейчас точно when message person. Так, when messenger person. Добавить контакт. Ну, в общем, здесь надо поковыряться, но тут функционал неплохой. Он же, опять же, интегрируется всякими разными сервисами и в TD, и можно тут юзать, использовать и так далее. Опять же, если у вас есть здесь, есть у вас, например, Todoist, то это тоже можно все взаимодействовать, но, опять же, если у вас Todoist есть, то, наверное, эта штука не нужна. Да, эта штука не нужна. Ну, вот такое решение есть. И еще один момент, который я хотел рассказать, но забыл, это то, что мы можем пролонгации с вами из раздела сделки мониторить, да, но кому удобно, может мониторить из раздела отчеты. То есть, как это делается? Вы создаете, например, отдел, создаете отчеты. Сейчас я скажу, в чем здесь преимущество. Например, новый отчет. Здесь вы пишете пролонгация, вебинар, вебинар, тест. Объект у нас – это клиент, сделки. Дальше мы выбираем схему. Схема – это у нас страхование базовое. Дальше это у нас, это у нас, так, 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 встреча с клиентом. Да, то есть мы пишем дата. Например, дата начала, дата окончания договора. Здесь мы можем написать премия. Вот тут интересно это становится. Здесь мы можем написать страховая компания. Здесь мы можем написать, что там у нас еще есть, кроме премии. Ну, давайте, дата, дата, дата ближайшей коммуникации. Ну, то есть какие-то такие данные мы накидали. Далее, группировать. Как мы будем группировать? Мы можем с вами группировать по менеджерам, можем группировать по продукту. Ну, давайте, например, по основному продукту пока прогруппируем. Нажимаем «Подытожить», нажимаем там «Свернуть». И фильтрация. А по каким, каких клиентов мы фильтруем? Ну, первое мы выбираем, ну, давайте, так и выберем. Дата, дата пролонгации. И здесь, опять же, за следующий год мы пока поставим. Ну, вы, конечно, когда будете насрать, за текущий месяц вы здесь ставите. Так, нет актуальных. Почему дата пролонгации за следующий квартал? Потому что нам надо за следующий год. Так, все. И нажимаем «Сохранить». Нажимаем «Сохранить». Дата пролонгации. Но давайте, знаете, что сделаем для того, чтобы у нас все красиво получилось. Нам надо дату пролонгации, конечно… Что у нас тут заморосило? Так, где она у нас? Пума, 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 пума. Вот они эти сделки. Так, сейчас мы посмотрим. Мы это пока закроем. Это не будем закрывать. Сейчас мы посмотрим номер сделки. Это третья, значит, нам надо четвертую открыть, которая на финише, и добавить здесь дату пролонгации. Есть. У нас дату пролонгации просто ставят 20-й год, чтобы у нас две сделки было. Ну, там, любой, да, то не важно. Опа. Так, и теперь сюда. Я просто для чего-то сделал, чтобы ни одна сделка здесь была, и показать преимущество вот этого метода пролонгации. То есть вот у нас две сделки. Смотрите, фишка заключается в том, что если вы, например, пишете только там премия, и у вас есть только премия, то получается, что у вас она складывается. То есть вы можете видеть, какой у вас объем пролонгации на следующий месяц. То есть вы сегодня можете посмотреть, то есть сколько у вас приблизительно пролонгаций на ближайший месяц, допустим, месяц, неделя и так далее. То есть вот это уже интересно. То есть вы открываете декабрь и понимаете, что у вас там пролонгации на полтора миллиона. Вот такие, ух, нормально. И, естественно, в конце месяца вы можете посмотреть, а сколько же фактически у вас было пролонгаций. Во-первых, вы в штуках смотрите, в продуктах можете посмотреть и так далее. Ну и здесь, если мы там дальше говорим, опять же, нам нужно, конечно, добавить такие значения в идеале, то есть более продвинутая версия. То есть у нас должно быть в сделках добавлены следующие значения. У нас должно быть здесь статус пролонгации, он должен стоять, звонили, не звонили, связывались, не связывались. И там какие-то комментарии по пролонгациям. И тогда вы здесь тоже еще будете видеть, помимо всего прочего, будете видеть, какой статус по этому пролонгации. Звонили, связывались, начали работу с этим клиентом. И что в конечном итоге, какие там комментарии произошла, эта пролонгация не произошла и так далее. То есть вот здесь основная фишка – это суммирование. То есть когда премия, это понятно, но у вас здесь может быть и премия, и комиссия ваша, и что там, но это опять же по прошлому году только. И премия, и комиссия, и что там интересно, скидки может быть, размер скидки, может быть еще размер надбавки и так далее. То есть много интересной информации вы прямо здесь можете увидеть. И можете увидеть, например, я сделал в разделе, я сделал здесь в разрезе по продукту, но вы можете здесь сделать в разрезе, например, по страховой компании. И вы, допустим, видите, что у вас есть какая-то одна страховая компания, одна ваша страховая компания, которой много продаж было в прошлом году. И скорее всего вы принесете сделки, ну много сделок в этом году. Что вы можете сделать? Вы можете позвонить этим ребятам и сказать, ребятушки, ребятушки, например, компании ВСК, звоните и говорите, слушайте, ребята, у нас в этом месяце планируется у вас пролонгации примерно на 1 миллион рублей. Можете себя там посмотреть, у нас на миллион рублей. Плюс мы еще что-то вам наторгуем в этом месяце. У вас комиссия маленькая, друзья, у вас комиссия маленькая. Мы хотели бы побольше, можете нам на этот месяц согласовать повышенную комиссию и так далее, и так далее. То есть здесь уже у вас появляется инструмент для, прошу прощения, инструмент для коммуникации с вашими партнерами, когда вы понимаете, планируете и видите вашу продажу. Видите, что у вас много того продукта. Вы звоните и говорите, ребята, у нас много планируется ОСАГО в этом году, давайте это хотя бы чуть повысим. Мыли КАСКО и так далее, и так далее, и так далее. Все, вот теперь я все, что по пролонгации планировал, все рассказал. Возможно ли настроить СМС под руководством? Возможно, да, возможно, но не на этой неделе точно. Не на этой неделе мне надо просто написать, а желательно еще и лучше позвонить, потому что я не успеваю сейчас сообщения все читать в Телеграме. И мы договоримся, и я думаю, что там достаточно быстро это все сделаем. Только единственное, что при консультации нужно понимать, какой будет текст СМСки, то, что мы хотим туда написать, о чем мы хотим клиенту сообщить. Все, друзья, всем отличного настроения, хорошей рабочей недели. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Всем удачи, пока-пока-пока. Сейчас поставлю волшебный...